Традиция проводить так называемые ярмарки здоровья в Нерюнгринском районе существует уже несколько лет. Особое значение эти мероприятия имеют для жителей поселков, отдаленных от районных центров. О том, как работали специалисты Нерюнгринской детской поликлиники в селе Йенгра и в поселке Золотинка, которые находятся на расстоянии более 60 километров от Нерюнгри, расскажем в следующем сюжете. Два поселения, Золотинку и Йенгру, обслуживает Золотинская участковая больница, состоящая из амбулатории, рассчитанной на 33 посещения в смену, и стационара на 25 койко-мест. Медицинский персонал состоит из трех врачей – врач-серапевт, врач-педиатр и зубной врач, плюс 14 человек среднего и младшего медицинского персонала. Поэтому необходимость во врачебном десанте из районного центра есть практически всегда. Обратилась по объявлению, что население проводит медосмотр массовый. Мы хотим в садик сдать. Для поселка это очень актуально, потому что не каждый сможет выехать. Вот так с двумя детьми на автобусе – это вообще нереально выехать. Просто надо нанимать машину, а машина дорого. Прием районных врачей проходил в школе-интернате села Иенгра. Но даже гражданам, соседствующие с ним, Золотинки, добраться до специалистов, приехавших к жителям этих поселений, очень было непросто. Мы организовали автобус, автомобильный транспорт, санитарный транспорт, для того, чтобы доставить сюда этих пациентов и провести им осмотр. Как часто это бывает, у граждан поселений, находящихся на удаленном расстоянии от райцентра, есть свои особенности в здоровье. Такая отличительная особенность есть и у маленьких золотинцев и иенгринцев. В частности, если проанализировать заболевание села Иенгра, это, конечно, во-первых, стоматологическая помощь. Потому что заболевание полости рта, получается, кариес, тут очень, как бы, такая остро стоящая проблема. Для этого в Нью-Ингринской ЦРБ организовывается систематический выезд сюда врача-стоматолога, который проводит здесь санацию. Несмотря на то, что такой десант врачей – это уже традиция, тем не менее, такие мероприятия относительно редки. Поэтому граждане всячески стараются воспользоваться предоставленной им возможностью.